Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте. Сегодняшний обзор будет на деревенский дневник очень многодетной мамы, в кавычках, мать-героиню, блогера Ольгу Быкову. Перед тем, как перейду к обзору, хочу сказать пару слов. Я решила вставлять на подобные темы вот такие видосы. Это наши кормилицы, наше хозяйство. Хозяйство, многие из вас знают, у нас довольно большое, поэтому есть что показывать. И решила вот показывать девчонок лето, ну как бы прикольно. Ну и так, поехали. Я посмотрела последние три видоса с ее двух каналов, что хочу сказать. Первый, конечно, видос, который я увидела, это отчет по строительству бани и вот это все. Ну, во-первых, первая ее громкая фраза «флаг вам в руки», да, она меня впечатлила. Хочется сказать, Оль, флаг тебе в руки. Что ты можешь без своих подписчиков? Что ты можешь без донатов? Что ты можешь без зарплаты с Ютуба? Ведь по большому счету, если разобраться, ты бы сейчас, если бы Ютуб снял монетизацию, тебе не дали денег, ну, ты бы просто сидела и снять за урожение, палец сосала. В прямом смысле этого слова. Деньги вы так и не научились зарабатывать. Вы полностью целиком зависите от Ютуба. Вы сами по себе не можете ничего. Поэтому, когда ты говоришь «флаг в руки», очень подумай об этом. Потому что, если каждый возьмет флаг в руки и просто перестанет тебя смотреть, перестанет продвигать твои видосы, да, объективной, в принципе, конструктивной критикой, то где ты останешься? Твои вот эти 50-70 лобзательных, целовательных комментов, и ты с ними и будешь. Потому что большинство комментов тебе гонит критика. И посмотри, на самом деле, сколько людей в тебе разочаровалось, сколько людей тебе ежедневно, да, пишут эти комменты. Потому что люди начинают понимать, что происходит. И, прости, за 200 тысяч вот эта сыраюшка, да, вот эта клетушка, это действительно смешно. Во-первых, хочу сказать следующее. Мы поэтому, ну, то есть те, кто знают наш канал, мужа канал, да, они знают, что мы по этому принципу строим хоздвор. То есть у нас по этому принципу живут коровы в таких загонах, да, в таких постройках. И 70 тысяч, прости, но я бы построила намного больше. Объясню почему. Потому что у меня строит муж. Да, приезжает периодически, свекор может приехать помочь, может муж кого-то там нанять, да, на пару дней, если ему не хватает рабсилы. Но мы построили бы все полностью за эту сумму. Потому что, да, наши мужики деревенские впахивают. И не только деревенские, городские впахивают. Все трудятся. Поэтому мы знаем, как нам достается каждая копейка. Независимо от того, в городе, в деревне. Но мы все зарабатываем деньги. И когда мы начинаем стройку, мы к ней заблаговременно готовимся. Не с бухты, барахты. Мы начинаем экономить, начинаем откладывать деньги. Формируем собственный бюджет. Рассчитываем все свои реальные силы. Чтоб нам хватило на эту стройку. И да, никто особо не нанимает сотрудников. Потому что тогда целесообразность этой постройки просто теряется. Потому что действительно половину нужно будет заплатить за работу. И скажу больше. Мой муж вот эту босараюшку выстроил где-то за неделю. Самостоятельно. Сам. И я руку на отсечение за это дам. Что там делала толпа строителей? Вот реально просто за гранью. Опять-таки Женя, который там постоянно маячил, да, в шортиках, бегал и контролировал процесс. Вот это единственное, на что он способен. Каждое видео, она все больше и больше показывает некомпетентность своего мужа. Опять-таки постоянно режет слух я. Вот я, мое и тому подобное. Почему не мы, для меня это тоже непонятно. Опять-таки, когда она сказала, что Женя уехал на заработки. Ребят, я очень развеселилась. Потому что вспомним буквально полгода назад. У Лины очень громкие громогласные фразы. Что деревенские должны работать на себя. Что для мужчины унизительно работать на дядю. Значит, получается тут два варианта. Либо Оля лжет, да, и изворачивается по-новому. Либо ее муж не мужчина. Ну, то есть здесь, да, третьего не дано. Потому что это она произносила сама. И все прекрасно об этом помнят. Опять-таки, вот такой интересный момент. Если руководствоваться Олиной логикой, почему Женя поехал работать куда-то? В чем была нужда и необходимость распродавать собственное хозяйство? То есть объясню. Либо хозяйство абсолютно нерентабельно, в чем я уверена. То есть на ютубе проще заработать, ничего не делая. То есть ты спилил видос, смонтировал. Но потратил на это два часа в день. Слил его в сеть и заработал денег. Хозяйства нет. Это, конечно, ты горбатишься. Ты корячишься. Ты трудишься каждый день. Нет отпуска, выходных, проходных, праздников. Но все, кто связан с хозяйством, прекрасно понимают, о чем я говорю. Переживания, нервы, да, отелы, окоты. Ну, то есть это все как бы взаимосвязано. И мы не можем расслабиться. Мы всегда держим руку на пульсе времени. Зачем Оле этот геморрой? Проще это хозяйство распродать, отгореть второй канал. И дерзай. Опять-таки, вот уже какое видео. Она пытается, не знаю, кого убедить. Себя, нас, что это невыгодно. Опять-таки, переобувается на ходу. Потому что, вспомним, буквально недавно она прям ролики-мотиваторы выпускала. Сколько можно заработать на коровах. Зарабатываю больше мужа. Вообще, у меня вопрос. А твой муж что-то зарабатывает, кроме алиментов с детей? Вот реально стало интересно, что зарабатывает Олин муж. Но опять-таки упустим эту тему. Да, вот недавно были такие громогласные видео. А теперь какое видео по счету? Она пытается доказать всем, что это нерентабельно. Опять-таки, те ребята, кто знают наш основной канал, прекрасно знают недавнее видео, где мы просчитывали доходы с коров. Ребята, каждая голова, ну, по крайней мере, в нашем случае, при подорожании кормовой базы, и при том, что у нас обширная кормовая база, многие зрители об этом знают, корова приносит в год 1200 долларов. Я это даже просчитала по минимуму. Я не просчитала пастбищный сезон, да, когда расходы на содержание КРС вообще падают. То есть, остается только зерновая группа. Вот 1200 долларов бонусом теленок – это просто минималка. Вот реальный просчитанный минимум. Но я это просчитывала при УДОе хотя бы 15 литров. Да, конечно, она поехала к Ирине. Я очень удивилась вот этому моменту, что у Иры 16 коров. Две, она сказала, готовятся к запуску. И несколько там послетельных коров. Я удивилась суточному до 150 литров с такого поголовья. То есть, для меня это, конечно, очень мало. Потому что мы всегда коров держим, ну, хотя бы, чтобы они давали 20-ку. То есть, ну, минимально должно быть 20. Конечно, если прикинуть, что 10 литров с головы – это очень мало. Опять-таки, она сидела, пыталась убедить и Иру, и себя, что это невыгодно, нерентабельно и тому подобное. Ребят, простите, многие из вас знают, да, по основному каналу, что муж у меня не работает. Ну, я имею в виду, в прямом смысле слова, да, не работает. То есть, не ездит на работу. Мы занимаемся своим хозяйством и живем с этих денег. При этом еще платим налоги. Поэтому, если бы это было нерентабельно, ну, простите, мы бы уже, я не знаю, наверное, кони двинули. Это было рентабельно, есть и будет. Нужно просто уметь продать собственную продукцию. Опять-таки, вот эта Олина громогласная фраза, что должны целовать следы, да, по-моему, подошв. Это вообще, вот вы знаете, лучше бы она гнездилась, гнездавалась, вернее, вот лучше бы она гнездавалась, чем она мелет подобную чушь, подобную пургу. Я вообще в шоке, куда ее несет, потому что, ну, на самом деле, да, чем ей держать просмотры, как не вот этой вот ерундой, вот этими ее громкими высказываниями. Показывать хозяйство, ребят, ну, нечего показывать. Вот реально просто нечего показывать. Сплошное уныние, то есть столько построек, на которые, опять-таки, собирались деньги с людей. И вот так вот все запущено, да, вот эта пустота, ну, какое-то вот ощущение неприятное, да, вот разорение какого-то, вот, ну, реальной пустоты. Поэтому показывать ей нечего. И, конечно, она теперь пытается всех убедить, что это нерентабельно. Ребят, не верьте, это кормит деревенских людей. Нерентабельно это в том случае, если ничего не делать, и все это массовое, не знаю, свиньям выливать, вот тогда это нерентабельно. Но если ты сумел заиметь рынок сбыта, а, опять-таки, грамотный фермер перед тем, как увеличивать поголовье, то есть, да, спрос рождает предложение. Мы расширяемся под объем заказов. Если мы видим, что мы не справляемся, мы приобретаем новое животное. Опять-таки, мы не сидим попой на одном стуле и не ждем, когда же мы это все распродадим. Мы шевелимся, мы общаемся с сыроварами, оптовиками, своими покупателями, и у нас никогда не остается молоко. Вот от слова вообще. При всем нашем поголовье у нас нет переизбытка молока. И поэтому мы наращиваем поголовье дальше для того, чтобы дальше продолжать развиваться. Но это не случай с Ольгой Быковой. Что еще хочу сказать? Опять-таки, когда она сказала, что у меня тоже родился Айшир с Джерси Ирине, я была под столом. Оль, не у тебя родился. Вот реально не у тебя родился у твоей подруги. У тебя ничего не родилось. Эту корову ты благополучно продала. Но если, опять-таки, ты не водишь всех за нос, что ты ее продала. Опять-таки, сама Оля признала, что она стала более циничной и рациональной. Оль, ты все время была очень циничной и рациональной. Очнись и открой глаза на саму себя. Также Оля сказала, что для того, чтобы заниматься хозяйством, нужна рабочая сила. Да, нужно, чтобы муж подорвал опу и начал работать. Вот тебе и вся твоя рабочая сила. Чтобы он не сидел, не вязал шапки, не пел песни, а подорвал опу и начал работать. Вот и будет твоя рабочая сила. Теперь, опять-таки, да, Оля уже к Ире приехала. Ей загнездование рассказывается. Вообще, я же говорю, это очень сильная фраза. Я под столом была. Опять-таки, вот она очень распереживалась, что Ира сделала ремонт. И начала рассказывать, что она хочет делать ремонт. Оль, разница между тобой и Ирой, что Ира это делает за свои, в отличие от тебя. Но, опять-таки, Оля уже такие кидает намеки, что на подвал нужно много денег. И дом уже маловат. Поэтому, я думаю, зрителям ее, фанатам ее работать, трудиться и трудиться. Как минимум, наверное, нужно искать вторую работу, чтобы все Олины хотелки воплощать. И когда она сказала, что зрители сказали, не переживай, мы тебе поможем, мы построим тебе баню. Ребята, это за гранью. Меня удивляют эти зрители. И вообще, ну, представляете, строить баню Кавмута. Это сильно. Я тебе предлагаю вообще всем ходить и чего-то строить, вкладывать свои кровные. Зачем эта семья нужна? Зачем собственная семья, там, я не знаю, дети, друзья, родня, люди, которые реально нуждаются в помощи. Люди, которые в беде, если необходимо, строить Оли баню, а потом очередную хотелку. Ну, а когда вот такие чудо-комментаторы пишут, а ты попробуй роди, а зачем мне столько рожать? Ребята, вот у меня, например, нет к этому тяги. Ну, вот честно, я не хочу столько детей. То, что она родила столько детей, и она ставит себе это в заслугу, это ее решение, ее мужа. Они в ответе за собственных детей. Но никак не я, никак не зрители. И да, волна негодования идет, потому что, да, смотрят, и она все больше и больше превращается в попрошайку. Опять-таки, она держит контент полностью на негативе. Если она сейчас перестанет негативить, она просто уйдет, я не знаю, ну, в пустоту, в ноль. Потому что позитивные видео, да, не набирают просмотров. Если даже сравнить просмотры видео с Ириной, там, отелы, опоросы, и сравнить там, где ее, например, бросил муж по просмотрам, вы поймете, о чем я говорю. То есть Оля хорошая уже не зайдет при любых раскладах. Уже нужно конкретно негативить. Показывать уже нечего. По-другому канал держаться не будет. Опять-таки, я пошла на канал «Мать-героиня», посмотрела последний видос. Вот опять, вот опять вот этот бредятина, что врачи, я не знаю, тебя уговаривают делать аборт. Я повторюсь, ребят, меня никто ни разу не уговаривал делать аборт. Вот реально от слова вообще. Во-вторых, что значит, что у врачей цель уговорить тебя сделать аборт? Маленький вопрос. Когда Оля этот бред говорит? Она вообще сама в него верит? Ну, согласна, бывают какие-то случаи, какие-то патологии, когда врачи советуют, но они тебе этого не навязывают, они могут посоветовать. И опять-таки, вот этот момент, скрининг я не делаю, врачам я не верю. Да молодец, не делай. Зачем ты других людей на это агитируешь? Зачем ты несешь этот бред? У тебя сидит ребенок маленький на руках, а ты про аборты бла-бла-бла делаешь. И зачем опять в очередной раз поднимать тему этих абортов? Вы знаете, я вообще не понимаю, зачем нам нужны медики? Зачем люди столько лет гнут спину, молодежь, студенты, потом они практикуются? Ради чего? Это все не надо. Нам нужна одна Ольга Быкова, которая всех будет учить в жизни. И это тоже звучит, выглядит как-то удивительно. Тем более, я повторюсь, когда у тебя ребенок на руках, вот эти разговоры про аборты для меня стали за гранью. Действительно непонятны. Займись лучше детьми, чем ты рассказываешь за аборты, навязывание абортов и тому подобное. Ну и опять-таки, Оля специалист во всех отраслях, начала вчера зачитывать вопросы с Инстаграма, но конкретных ответов на эти вопросы я не услышала. Вот от слова вообще. Опять-таки, когда она начала нести поргу, что если ты заболел чем-то, будучи беременным, это не страшно? Нет, это страшно. И как раз наоборот, все беременные стараются беречься для того, чтобы не заболеть и ничем не переболеть, будучи беременными. Это только Оле Быковой, ничего не страшно. То есть, герпес выскочил и тоже все норма, это не страшно, у Оли крепкий организм. Но дай бог, чтобы он был крепким, я ни в коем случае ничего плохого не желаю. Просто хочется спросить одно, когда вот она закончит трэшить? Ну вот, когда это закончится, я не знаю, включится в работу, начнет работать, муж в конце концов начнет работать и перестанет побираться. Я думаю, даже вот эта провокация с 18 тысячами, это реальная просто провокация. Притянуть, опять-таки, да, критику в свой адрес для того, чтобы гнались просмотры и гнались комментарии. Ну, потому что, согласитесь, купить собаку по цене лошади, как она сама в названии обозначила, и при этом просить 18 тысяч, это как бы, ну, фу-фу-фу. Опять-таки, при этом при всем отправить еще одну собаку на передержку и на дрессуру, то же самое. То есть, на это у нее деньги есть, а сделать ремонт собственной детской комнате у нее нет. Хотя это у нее, да, состояние гнездования, не у ее зрителей. Хотя там есть такие вот чудо-фанаты, которые задонатят, чтобы Оля ремонт начинала делать и шевелилась. Ребят, я, наверное, в принципе сказала все, что хотела. На сегодня буду прощаться с вами. Пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok